Очередная смена для сотрудников департамента охраны МВД прапорщиков Сергея Пшеничного и Сергея Лопаника началась как обычно. Инструктаж, выдача спецсредств и подготовка автомобиля. Милиционеры получили график работы на день и отправились выполнять поставленные задачи. Задержание преступников и реагирование на сигналы тревоги. Обычные будни милиционеров. Если сработает сигнализация, то мы образно все дела кидаем и выбываем. Но тоже все по указанию дежурного. То есть у нас в каждой машине стоит датчик. То есть дежурный видит, где мы двигаемся, с какой скоростью. И он просто видит, кто ближе находится, того и направляет. Но в этот раз не будет выстрелов и погонь. Ее заменит простая, но в то же время героическая история. Ехали, обратили внимание, что у машины сильно болталось колесо, она поднималась на мост. То есть машинка старенькая, все. Ну приняли решение как бы остановить, все. Машина остановилась, то есть увидели, что за рулем женщина. Как бы, ну объяснили такую ситуацию, что у него как бы начало болтаться колесо, чтобы не отвалилось. Сотрудники незамедлительно и по-мужски оказали помощь в устранении неисправности. Такой поступок не остался незамеченным. Женщина-водитель написала благодарность в книге замечаний и предложений Бобруйского отдела Департамента охраны. Сама же решила остаться неизвестной. Казалось бы, банальность, однако эта история в очередной раз доказывает. Человечность украшает любого вне зависимости от статуса и положения в обществе. Сегодня Департамент охраны МВД – это свыше 120 подразделений по всей стране. 630 групп задержания круглые сутки несут службу в режиме готовности, что позволяет обеспечить оперативное реагирование на сигналы тревоги, заявления и сообщения о преступлениях. Недосыпание, усталость и трудности – все это уходит на второй план, когда слышишь благодарность от людей, которым помогаешь. Это самое главное в работе, признаются милиционеры и уверяют. Только без паники. Стражи порядка. Всегда рядом. Максим Кембель, Максим Галеонко. Бобруйск, 360.